В экспоцентре на Красной Пресне прошла ежегодная международная выставка «Мир детства-2018». В этом году она проводилась в 24-й раз. Это крупнейшая отраслевая выставка индустрии детских товаров, на которой можно установить прямые контакты с руководителями компаний, наладить эффективные бизнес-коммуникации с российскими и зарубежными производителями, увеличить объемы продаж. Выставка поражает своей масштабностью. Стенды более 600 компаний расположились в нескольких павильонах. Участие приняли как российские, так и иностранные производители. Были представлены как известные мировые бренды производителей игрушек, так и маленькие частные компании. Здесь можно было встретить и индивидуальных мастеров игрушки. Представители практически всех регионов России присутствовали на выставке. Один из стендов, представленных здесь, принадлежит Ивановской фабрике игрушки. Фабрика имеет долгую историю и радует детей своими игрушками с 1942 года. У нас был артель «Детский мир». Выпускали как Дед Морозов ватных. То есть потом они образовались в Ивановскую фабрику игрушки в 1962 году. Три артели слились вместе и образовали Ивановскую фабрику игрушки. Но сама издать куклы насчитывает, я так понимаю, даже по 37-го, потому что нашел ведомость от 37-го года. На фабрике сегодня трудится порядка 50 человек. Из них старого состава 50%. Мы в следующем году будем первые 50 лет праздновать беспрерывное производство. Фабрика старается сохранять старые традиции производства кукол, но и реализует новые идеи. Вот недавно выпустили валевую куклу, валевую игрушку так называемую вместе с валевым курсом. Будем двигаться в том числе и по молдам. Фабрика будет выпускать не только куклы. Планируется к выпуску для мальчиков мыльные пузыри. Планируется сделать талакар и попробовать поработать с репликой СССР. Понравится ли сегодняшним нашим детям то, что создавали наши прадедушки, прабабушки и все остальное. Просто это будет эксперимент, посмотрим, как отреагирует рынок. Какие интересные куклы у вас представлены. А что это такие названия у них интересные? Данная кукла является валевую игрушкой. Данная кукла будет учить детей в возрасте от 3 до 8 лет непосредственно учить здоровому образу жизни. Например, питалки. Каждая кукла имеет свой индивидуальный голос. Разговаривает, то есть какие-то правила, да? Да, правила, допустим, здорового питания. Большой популярностью на выставке пользовались именно валио-куклы. Название валио они получили не случайно. В переводе с латыни валио означает «быть здоровым». Придумал и разработал здоровье обучающие игрушки кандидат педагогических наук Игорь Меньшов. Через наглядно-образное мышление дети прекрасно обучаются на основе валио-игрушек и вырабатываются прямые ассоциации между правилом здорового образа жизни и валио-игрушки. Представим валио-игрушки и 8 правил здорового образа жизни. Это распоряд огня и друг здоровья распорядилки. Это правильное питание и друг здоровья питалки. Это межличностное общение и друг здоровья общалки. Это поддержка хорошего настроения и друг здоровья настроилки. Это отсутствие вредных привычек и друг здоровья невредилки. Это закаливание и друг здоровья закалялки. Это личная гигиена и друг здоровья Ума Валкин и правила здорового образования двигательной активности и друг здоровья движелки. Как аудиовизуальные произведения науки, каждая из валевых игрушек оснащена звуковым сопровождением, который содержит не просто совет о необходимости соблюдать, но и указывает на несколько способов, как можно соблюдать то или иное правило здорового образа жизни. На примере друга здоровья Петалкина можно продемонстрировать, как звуковое сопровождение оформлено в данной игрушке. Друг здоровья Петалкина, совет о правильном питании, что здорово развивается, что надо правильно питать, потребляя питание первым. В данном совете содержится и указание на то, что необходимо соблюдать питание меру, а также указаны продукты, которые содержат полезные вещества, необходимые для развития детского организма. Для того, чтобы валевые игрушки можно было использовать в целенаправленном учебно-оспитательном процессе, разработано учебно-методическое пособие «8 правил в валевых курс» для дошкольников «8 правил в 8 друзей здоровья». Данный валевых курс предназначен для дошкольных организаций и может использоваться родителям. В валевых курсе представлены «8 занятий по каждой из валевых игрушек». Содержится текст, содержатся игры, по каждой валевой игрушке содержится игра, вопрос-загадка, закрепление советов от друга здоровья. И после завершения валевых курсов здоровье обучающее влияние игрушек не заканчивается. Также в валевых курсе предусмотрена игра «Кто для здоровья более полезен». Когда дети уже пройдут здоровье обучения, они смогут самостоятельно через советы друзей здоровья участвовать в данной игре. Также предусмотрена мини-векторинка. Ну, а, наверное, самое главное или один из главных моментов, что валевые игрушки формируют здоровье обучающую среду. Через информационно-предметное окружение, которое представлено непосредственно валевых курсов, через событийное здоровье обучающее окружение, ну, например, 7 апреля, мы все с вами празднуем, Всемирный день здоровья, и, безусловно, в дошкольных организациях значительно расширяется возможность на основе валевых игрушек провести его более интересно, более ярко, более образно. Например, друг здоровья Общалкин, который позиционирует межличностное общение через соблюдение в общении вежливости, отсутствие негативных слов по-научному, можно сказать, конфликтогенов, которые вызывают чувство обиды, злости, раздражения. И, таким образом, соблюдение правил межличностного общения способствует укреплению и сохранению здоровья, а позиционирование этого правила именно через валевую игрушку, через наглядно-образное мышление детей, конечно, безусловно, способствует установлению доброжелательных отношений, отношений сотрудничества. И взаимопомощи. Каждая игрушка оформлена в разной цветовой гамме, что позволяет ребенку легко запомнить того или иного друга здоровья. Например, Распорядилкин выполнен в красном цвете, так как красный – цвет активности. А Общалкин в желтом, потому что желтый цвет отвечает за коммуникацию. Хотелось бы еще остановиться на той детали, что в данном случае валевая игрушка обладает всеми присущими функциями игрушки. Это и развитие моторики, и творческих способностей, и мышления, и памяти. И одной из основ, с точки зрения богатой методологической базы, которая заложена в каждой валевая игрушка, это и решение образовательных, воспитательных задач, которые решаются через них наиболее эффективно. Впервые в педагогической практике здоровый образ жизни обрел свои образы. И теперь каждое правило здорового образа жизни представлено в ярких образах валевых игрушек, которые, безусловно, позволяют повысить эффективность формирования представлений и ценностей здорового образа жизни, что является одной из основ при проведении занятий по формированию здорового образа жизни в дошкольных организациях. По сути дела, это универсальное средство здоровья обучения, которое может применяться для дошкольников младшего, среднего, старшего возраста. Кроме этого, учитывая, что возраст 8 лет, это и первоклассники, и пароль второклассники, то можно использовать и для ребят этого возраста, в том числе и в младших классах. И хотел бы еще отметить, что это важно и для детей, непосредственно, поскольку позволяет их на основе собственных усилий, обучает их на основе собственных усилий укреплять и сохранять здоровье. Это полезно для родителей. Повышение грамотности детей в вопросах укрепления и сохранения здоровья очень важно для родителей, потому что для родителей ничего не сложнее, чем здоровье их детей. Это важно для образовательных организаций. По федеральному государственному образовательному стандартам дошкольного образования одной из целей является формирование представления и ценностей здорового образования и повышение эффективности формирования их будет только способствовать тому, что уровень грамотности детей и ежедневного соблюдения в посредневной жизни навыков по его укреплению будет возрастать, а от этого будет более эффективно укрепляться и сохраняться здоровье. Это важно для общества и государства, потому что воспитание здоровых поколений – это залог жизнеспособности нации настоящему будущему. Поэтому можно сказать, что «Валео» и «Игрушки» вносят свой склад в воспитание здоровых поколений. Уже в октябре месяце первые партии кукол будут готовы к реализации. На «Валео» идет большой интерес. Мы будем брать сначала предзаказы и выпускать. С конца октября уже готовы отдавать продукцию. Но она будет идти первые два месяца в комплектность. То есть это 8 кукол будет включаться, 20 раскрасок и один «Валео» курс. Я не сомневаюсь, что это будет большим успехом, потому что такого нет в мире. То есть мы долго думали. Дело в том, что я как производитель детских товаров, мне очень интересно, почему сейчас дети меньше старают, играют с игрушкой, с куклой. Ну, вообще, то есть дети в основном сейчас все в планшетах. Вот я думал, 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 думал. Вот друг друга мы нашли, как говорится, с автором о том, что мы тоже хотели бы, чтобы дети с раннего возраста чему-то кукла учила. У меня еще есть один проект, но пока буду держать тайника, тоже по развитию, чтобы дети наши играли даже для взрослых детей уже там 15-14 лет. То есть это я пока план вынашиваю, вот как буду готов, скажу. Надо отметить, что каждая кукла имеет свой собственный голос. Озвучивали кукол ребята из Ивановского детского дома, над которым фабрика имеет патронаж. На игрушке какой-то другой подход, когда работаешь с игрушками. Уже смотришь, чтобы игрушка, естественно, была безопасной, потому что у самого есть дети, да, и игрушки покупают тоже дети на своем. И второй момент, самое тоже, что интересное, это создание этой сниклы. Когда она стоит в магазине на витрине, ну, кукла и кукла, когда ты смотришь, как оно создается, как все происходит, совсем другое отношение к игрушкам становится. Ивановская фабрика игрушки – один из ярких примеров развития отечественного производителя. Предприниматели из разных регионов страны привезли на выставку не только игрушки, но и оздоровительное и спортивное оборудование для детей, мебель, мягкие игровые модули, текстильные развивающие игрушки, канцелярию, наборы для творчества, карнавальные костюмы. Уже традиционно выставка Мердетства стала главной площадкой демонстрации достижений в области производства товаров для детей. Продолжение следует...